Ребят, всех приветствую, с вами Левша. Сегодня у нас будет тест на тесте, как говорят, не совсем мои профильные стримы, да. Ушка касая туда. Вначале сейчас сам покатаю, посмотрю. Блин, там на самом деле обнова такая, что и новый режим добавили, я так понимаю. И карту добавили, и карту переделали, и чехословацкие танки есть тяжелые новые. И там премы апнули, линию фронта изменили. А, это барабан, это не зарядка, это барабан получается, я понял. Блин, это херня на самом деле, если барабан, ну все посмотрим, конечно, играем. Первое мнение авторитетное. Херня какая-то. Я понял, это барабан, если что, то зарядка, то зарядка. Так, окей. А я реально думал, у него зарядка. Такой короткий барабан, а два снаряда. Поясонки не пострелятся. Но зато... Так, а если я с обычным пушкой, сколько там перезарядка, надо сейчас зайти после боя поставить обычную пушку. Посмотрите. Я так почти косарь, конечно, вливать приятно. Я вот не знаю, все... На самом деле, все насчет пушки, думаю. В чем прикол барабанной пушки? Ты вышел, два шота дал, ушел, да? Ну, очень же много моментов, когда ты просто стоишь. Перезарядка, в принципе, не такая долгая. Чуть сложнее реализовывать, да? Потому что там мозг надо подрубать. Но в этом как его... На цикличной проще же играть. Ну, типа вот он стреляет и вышел, дал, ушел. Пушку сложнее реализовывать, но... Мне кажется, фишка у нее есть определенная. ВГ под видосами протез куча дизов. Не, ну я тебе так скажу. У них вообще, в принципе, под любым видосом сейчас куча дизов. Ну, они же на отку поддали момент работать с аудиторией, да? Вот. В том плане, что... Ну, стримеры, блогеры довольно открыто высказывают свое мнение. Что, как, зачем, почему. И там без разницы, это как бы объективно, ну, типа... Это действительно адекватная критика или неадекватная критика. Ну, там... Бывает, конечно, там адекватный критик от кого-то. Кто-то более упарывается в игру жестко. Кому-то просто что-то не понравилось, он такой, а, говно, все. Еще на этом... На черном рынке, я помню, Ниры, еще другие там тоже херачили. Там столько дизов влепили. И все, ну, если ты этот момент отдаешь на откуп, то рано или поздно придет... Ну, к тому, что пришло. У тебя любой видос, любое обновление, хорошее, плохое. Вот, оно всегда будет встречаться именно таким образом. Вот, поэтому... Ну, что-то не поделаешь, я думаю. Пускай-то грибает теперь. Как Танчик вообще? Ну, смотри, мобильница хорошая. Бронирование слабое. Ну, и что? Пушка прикольная, но по точности не могу сказать, что прям вау, да? Дим, ломал когда-нибудь нос, расскажи какую-то забавную историю или не очень. Историю связанную с этим. Ну, смотри, мне было лет восемь где-то. Мы рыли штабы все время с пацанами, там, ну, я думаю, все понимают, что такое штабы, да? В земле вырывали, вырывали, говорю, рыли, рыли, рыли. Много вытаскивали земли оттуда. Потом заборы брали, ломали и клали заборы. Вот, и потом сверху закрывали досками, все-все-все, утепляли. Ну, еще даже двухкомнатные делали штабы. Ну, короче, прикольная тема была. Ну, и ты, естественно, когда выходишь из штаба, вот, ты же вниз спускаешься, там, на полусогнутых, потом вылазишь. И был момент, как раз, я как-то вылазил, а пацаны взяли этот. Какие-то делали глиняные шары и подбрасывали вверх, и там, чем-то, кто палкой бил, кто чем. А, чувак взял, короче, лопату, вот. Он взял лопату и, получается, вот это, решила, типа, разрезать. И я, получается, как вылазил из этого штаба, он год назад махнул, типа, замахивался. И острием, как раз, мне вот тут шрам, тут шрам. Я не знаю, не знаю, просто сломал, не сломал. Вот. Я помню, только что кровище было, и все. Вот. И, соответственно, по носу, да, вот прям нормально саданул. Ну, здесь вот глаз, хорошо глаз, это... А то было бы, этот, вилкой в глаз, как говорится, да. Так, смотрите, здесь есть режим вот этот. Топография. Я так понимаю, обучающий режим. Это, собственно, режим для меня. Узучите карты, ключевые позиции, разъезды и тактики. Вот, к примеру, карта Лассель. А, вот, рудники там переделали, да? Смотрите, рудники. Сценарий, бронированный танк. Брониров... А, здесь танк выбирать нельзя? Бронированный учебный танк, вот этот. О, прорыв, Т-34. Угу. Так, ну давай, давай в бой. Поехали. Сейчас будем учиться прорваться. Добро пожаловать, боец. Из лишних слов. Здорово, мужик. Это цель уничтожить все учебные цели за отведенное время. Я помогу вам освоиться. Ага. На каждой из карт есть множество удобных позиций для ведения огня. Следуйте рекомендациям, и победа будет ваша. Хорошо, я понял. На этом полигоне сопротивление не будет ожесточенным. Но в реальном бою всегда нужно быть на чеку, знать особенности карты, и ТТК противник. Маркеры указывают направление движения. Помните, что на картах есть... Ты будешь стрим вести, или я? Весьма рискованный. Во время переброски машины полагайтесь на рельеф и маскировку. Ага, все. В реальном бою для осуществления маневра можно дождаться, пока противник отвлечется. Здесь же просто следуйте моим рекомендациям. Хорошо, я понял. Ну типа надо... Так много... Шотник что ли отзвучил для вас, я не пойму. Че так много болтовни? Местности, чтобы уменьшить видимый силуэт машины. Можете открыть огонь. О, вот это вот мне нравится. Вот это вот интересно, кстати. Отлично. Огневой рубеж пройден. Поеем дальше. Пойдем, пойдем, пойдем. Сразу пройдем. Ни хера, он еще 15 урона нанес. Ух ты, ни хера уже, смотри. А здесь можно уровень сложности повышать, там, например? Ага, все, отлично. Прорыв дальше, ребят. Вперед в атаку, в атаку. Блин, прикольный режим для новичков, кстати, в любом случае. Блин, так тут задание можно... Ты можешь вместе задание выполнять. О, смотреть топография, сценарий недоступны. Средизменно во всеми игры. В общем, вот это все выполнил, а потом следующее. Нет, вот это нормально. Я вот поупарывался бы этот режим, как говорится. Такой режим лет пять бы назад, эх. Мне, конечно, такой режим, да. Игру, там, вот игре 3-4 года примерно, такой режим бы ввели. Нет, да здесь в этом прикол, что режим раньше надо было, конечно, пускать, когда был приток новых игроков. Я так понимаю, сейчас, ну, не так много новых игроков в игру. Больше старая аудитория играет. Ну, в принципе, с другой стороны, игре 11 лет, в СНГ она... Вообще, мне это... В игре 8 лет, в нее уже переиграли все. Про танки становятся все, реально. Зона я захвачена. Добавлено на панкс. Зона я захвачена. Добавлено на панкс. А, я понял, в общем, ситуация, что девятки позже появляются. Ну, хотя бы девятки позже появляются. То, что они вообще есть, это херово. Потому что многие же, с точки зрения фарма, смотрели этот режим. И возможно, восьмерки против восьмерки играть. Так, все фармить будут. Да, я тигра, не, в любом случае, конечно, здесь будет девятки кататься люди. Там, не все жили и не фронт рассматривают, как просто... Там фарм. Некоторые играют, им там режим нравится. А то, прикинь, ты такой, ты на девятки выходишь. Но максимум ты против себя можешь третить девятки, а так ты в восьмерке будешь есть и убивать. И ты такой, царь во дворце катаешься. Что, здоров, привет, как тебе новый чех ТПТТ? Мне вот кажется, что в турнире 3 на 3, три танка на барабане будут убивать по фокусу любой танк. И это очень жестко в любом формате. Не знаю, Шадов, не знаю по поводу 3ТТ. Такие у них единственное... Не так уж легко будет реализовывать эти два шота даже. Потому что 3 на 3, там аж в упоре ты и убьешь. Ну, опять же, у тебя опыт игры в 3 на 3, возможно, больше. Вот поэтому здесь я не возьмусь. Спорить. Все, ребят, я буду на этом заканчивать. В общем, по VZ, она похожа на 2.7. Единственное, да, я думаю, все-таки на ней будет барабан ставить, кило веке. Играть на ней, на BB будет крайне сложно. Факт, вот. Ну, она из-за мобильности может спокойно там в борта заходить. Короче, миксовать можно, но понятно, что там стрелки будут и подкалибрах играть и валить. Сколько на ней можно будет делать среднего, ну, не знаю даже. Какие-то там 4,500 плюс или под 5К ребята будут делать. Ну, за счет мобильности все-таки. Ты на мобильные танки можешь менять фланги. Вот. По линии фронта надо ждать, когда она выйдет. И нормально, просто полноценный прям стрим по линии фронта делать, катать, смотреть. Вот. В любом случае, я думаю, там больше людей будет на 8. Единственное, пострадывать будут ребята на 8 уровнях, потому что они идут туда фармить кредиты. И теперь их там девятки пинают. Потому что некоторые будут ходить фармить кредит, а некоторые просто ходить себе там, как говорится, самоутверждаться, да, на 9 уровнях. Ну, хотя бы там удовольствие от игры тем, что ты там кого-то убиваешь. Вот. Поэтому там вг какую-нибудь игру, там, прям были бы 9 уровня, тогда, я думаю, народ бы не фронта рубился бы. Более активно, а так. Вот. А так, там, этот, по обновлению, там еще прям и жапнули эти, некоторые, восьмого уровня. Вот карта новая один раз сыграл. На карте, конечно, надо больше боев накатывать, смотреть. Из такого, конечно, но для новичков у нас, правда, я так понимаю, мало новичков в игре уже. Топография, да, это вот изучение карт, там научиться играть получше. Такое, такое режим, бдэ, играет 7 назад хотя бы, вот, да. Я погнал, увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok